Добрый день! Мы продолжаем наш курс коротких уроков по комментариям Рабейна Бахаи к недельным главам. И сегодня завершаем годовые круг Торы с Божьей помощью, говоря о главе Везуи Санброхо, Везуата Брака, где вначале Машар Рабейна называется Ишей Луки, Человек Божий. Знаменитое название нашего главного пророка объясняется у Рабейна Бахаи несколькими способами. Во-первых, он говорит, что это означает по простому способу. «Величие пророчества, Гдула Саневуа, так пишет Рабейна Бахаи, осуществляется именно благодаря этому имени, потому что еще в кустарнике, в начале, как в главе Везуи написано, Всевышний именно этим именем показался Моши. Если пользоваться объяснением из Медраша, говорит Рабейна Бахаи, получается другая вещь, что Ишей Луки означает Гаврадай, Человек Судейский, Судья. И действительно, в нашей главе написано, что Моши Рабейна делал суды с еврейского народа, Мешпатафа и Гесраэль, суды Всевышнего с евреями осуществлял как главный судья еврейского народа в период 40 лет странствия по пустыне. И поэтому слово Илухим, которое часто употребляется не как имя Всевышнего, а как Судья, в данном случае означает Ишей Луки, Человек, занимающийся работой судья. С другой стороны, там же в Медрашае, который цитирует Рабейна Бахаи, приводятся две цитаты. Во-первых, из Талмута, из трактата Сан-Езин 6 листа, где Моши Рабейна говорит, «Якой в один из агар, пусть суд пробьет гуру». То есть, не следует идти на компромиссы. Нужно искать до конца справедливости и судебного решения. Это качество Моши Рабейна, как мы знаем, Аарон, его брат, был не согласен с такого рода бескомпромиссностью, как там же в Талмуде написано. И вторая цитата, это от имени Раби Иуда Бараби Симай, который говорит Медрашае, что отношения Моши Рабейну с Богом уподобляются отношениям, как будто бы, мужа и жены. То есть, так же, как муж, говорит Раби Иуда, может отменять или подтверждать обещания своей супруги, как написано в Торе, решая кимену, решая ферену, муж подтвердит, муж отменит. Так, и Моши Рабейну был в состоянии или подтверждать, или отменять, как будто бы решение Всевышнего. И приводится для доказательства этого удивительного утверждения фразы из Торы. Кума Ашем, сначала говорит Мошае, восстань Всевышний в главе Балойска, потом Шу Ашем, вернись Всевышний. То есть, как будто бы Моши Рабейну направляет Творца в этом мире, подобно мужу, который направляет свою супругу. И понятно, что такого рода сравнение нельзя понимать прямо. Рабейна Бахаи немедленно приступает к разъяснению этого дела, говорит, что ты должен правильно понять намерение этого Медраша. А намерение его таково, что пророчество, пишет Рабейна Бахаи, оно неэцелет, исходит, ми коахрахамим, из потенциала милосердия, анимшахлепойль, которая продлевается, протягивается к действию. То есть, из потенциального в кинетическое состояние переходит. Вот такая удивительная фраза, которая нам с вами предстоит за оставшиеся 4-5 минут понять. И далее Рабейна Бахаи приводит уже каббалистическое объяснение. Еще одно третье говорит, что слово «иш» – мужчина, муж, человек – употребляется рядом со словом «илуким», только рядом с этим именем Всевышнего, рядом же с главным именем Творца, четырехбуквенным именем, никогда не употребляется. Нет «иш» – ашем. Не бывает «иш» – человек, муж, Бога, при употреблении четырехбуквенного имени. При употреблении четырехбуквенного имени пишет Рабейна Бахаи, только слово «раб» стоит. И в нашей главе, в конце главы написано «моё мозг». Мой ше умер, мой ше эве даше – Раб Всевышний. То есть, когда употребляется четырехбуквенное имя, не имя «илуким», а «ют», потом «гэ», потом «бах», потом «пэ», и там всегда говорится слово «раб». Понятно, что имя «илуким» может приспосабливаться, может стоять рядом с дающим, с активным началом, со словом «иш» – муж, как бы руководитель. А рядом с главным именем Творца никакие активные начала стоять не могут, только слово «раб», пассивный, который принадлежит своему хозяину и получает, берет из рук своего хозяина. Это мистическое объяснение Рабейна Бахаи. Что же получается в этом комментарии? Очень много тонкостей, очень много деталей. Конечно, все мы разобрать не можем. Однако, наверное, самое великолепное, что получается при более внимательном рассмотрении этого комментария, это то, что в результате соединения, столкновения первого и второго объяснения Пшата, простого объяснения, объяснения из Митраша, выходит точное описание того качества, того метода управления, божественного управления миром, которое своей личностью осуществлял, представлял в нашем мире Мой Шарабейна, наш учитель Моши. А именно качество Нецеха. Традиционно известно, что Моши относится к этому качеству, которое переводится с еврейского языка как победа или как вечность. Но означает оно, что вот что самое интересное. Что получается в комментариях? Значит, сначала сказано, что величие пророчества, то есть его окончательный, завершенный вид, который действительно велик, который является проявлением уже в нашем мире, он связан с качеством суда, с именем Иллуки. Так говорит Рабейну Быхай, еще сначала, еще в кустарнике, дворец открылся на ушей именно этим именем. Величие пророчества связывается с качеством суда, с именем Иллуки. Далее, Моши Рабейну, уже в Медраше, оказывается, представляется представителем качества милосердия, дающего начало. Он даже называется как будто бы мужем для Всевышнего. Ну, в непрямом смысле, конечно. То есть, он как бы руководит проявлениями Творца в этом мире. «Восстань Всевышний, вернись Всевышний». И получается, что пророчество, говорит Рабейну Быхай, исходит из потенциала милосердия. Получается, исходит из потенциала милосердия, но завершается, осуществляется благодаря качеству суда. То есть, в своем величии уже в мире находится под знаком качества суда. То есть, внутри, в сердцевине, в источнике рахамина, милосердия. А внешне, в оболочке, в открытом проявлении – суд. Именно так трактуется, в частности, Лиде Агро, с помощью Вильямского Гаона, трактуется качество Неца, качество вечности, победы, то качество, которое относится к Муше, это в сути своей, рахамина, милосердие. А в оболочке, во внешнем проявлении – это суд. Милосердие, глубокое милосердие. Однако, в обличии, в облачении суда. Это очень яркий комментарий, очень тонкий, в котором ничего не говорится напрямую, но получается идеально точное описание того качества, которое, как мы видим, что, наверное, Рабейну Бахай хотел донести до внимательного читателя, и представляет в мире сущность пророчества. То есть, качество Неца, качество Моше Рабейну, именно поэтому он называется Адойнанвии, Господин Пророк, это качество именно связано с мерой под названием Нецах, с тем способом управления, который так называется в фабриалистических книгах, и, конечно, для людей, которые немного знакомы с этой терминологией, такой поворот событий, такой комментарий будет очень-очень интересен. Всего вам самого наилучшего, не желаю вам хорошей субботы, потому что сегодня первый день недели, Ошану Раба, Питка Тава, как говорят в таких случаях, и хороших вам праздников, потому что завтра и послезавтра заканчиваются осенние праздники, и послезавтра как раз будет дочитываться глава Зои Саброха, и начинаться заново глава Берейшис. Так что с завершением вас и с началом. Всего доброго, до свидания.